Та цель, которая достигается путем неоднократных и продолжительных усилий, обязана быть оправдана. Является ли таковой возможность создать персонажа союзной расы? Сегодня мы в этом разберемся. Союзные расы впервые появились именно в дополнении к World of Warcraft Битвы за Азерот. Это довольно хитрый ход со стороны разработчиков. Я полагаю, что все основные расы на сегодняшний день уже введены в игру. И прежде чем мы впадем в депрессию по этому поводу, обсудим, почему же союзные расы это лучшая возможность для создателей игры показать в WoW самые различные расы и их многообразие способностей чаще, чем раз в два дополнения, как это было раньше. А для нас достойная цель, которая недоступна всем подряд. Многие увидели, что внешний вид большинства союзных рас очень схож с доступными основными. И некоторые из них так и заявляют. Халтура. Но подумайте хоть на секунду, что привкус вторичности союзных рас нивелируется скоростью их появления в игре, а также качеством расовых способностей. Да и будем честны, вульперы не так уж и сильно похожи на их низкрослых союзников зеленого цвета. Это я вам как гоблин говорю. Посмотрите хоть на то, как они бегают, а харизматичность союзных рас влюбляет в себя даже многих скептиков. Вспомнить Макхаров. Целое дополнение, к несчастью не всеми любимое, но целое, было посвящено именно коричневым оркам Дренора. Их история и атмосферность работают как усиленный способ проникнуться созданным персонажем, а вследствие и самой игрой. Недаром Макхары и Дворфы Черного Железа так популярны на 20 уровне. Конечно-конечно, стоит оговориться и припомнить, популярны они лишь потому, что эти союзные расы были введены в игру практически в начале БФА, и поэтому имеют второе место в списке союзников Орды и Альянса по количеству на данном брикете. А еще, что список Реалом Поп составлен из всех 20 уровней, далеко не только Треалов. Но тем не менее, самое важное, что ваша союзная раса уникальна, ведь заполучить ее могут не все те, кто купил, но лишь те, кто смог это сделать. Но если таким безобидным способом у меня не получилось вас убедить, то позвольте перейти к фактическим преимуществам союзных рас, особо проявляющихся на Треальном Брикете. Первая и максимально приятная особенность у союзных рас заметна уже на этапе их создания. Иной цвет кожи, другие рога, татуировки – это все замечательно, но нельзя не испытывать наслаждение от того, что союзные расы при создании появляются в мире сразу 20 уровнем. Для Треала это быстрейший способ перейти к планированию экипировки, кстати о котором я говорил в одном из прошлых видео. Да, это оно. Ссылка будет в описании. Из этой особенности следует второе преимущество для Треала. Вы – 20 уровень. Никакие задания вы не делали. Поняли к чему я клоню? Верно. Эпики. Вы знаете, что предметы эпического качества могут с некоторой вероятностью добываться за выполнение квестов, а у союзных рас невыполненных заданий больше. По этому же принципу, три основные расы могут претендовать на увеличенный шанс получения эпика из квестов. Это Воргены, Гоблины и Пандорены. У них своя квестовая цепочка примерно до 14 уровня, а затем Азерот для них открывается снова, как и задание в ней. Стоит дополнить и уточнить. Да, чтобы получить максимальный шанс на добычу эпических предметов за задание, предстоит выполнить все квесты в игре с первого до двадцатого уровня. Это долгий процесс, но награда того стоит. Будет преступлением не отметить качество способностей у союзных рас. Так, у тауренов Крутогория способность Бычий Натиск, в сравнении с обычными тауренами, дает мгновенный рывок вперед, сбивая всех, кто стоит на пути на полторы секунды. У обычного таурена активная способность, громовая поступь, имеет время применения в полсекунды, но оглушает на две. И хоть кулдаун способности Крутогорцев на 30 секунд дольше, чем у их собратьев, стоит отметить, что она также дает больше мобильности и работает без выбора цели. А если не забывать, что мы собрались здесь как триалы, и наша активная деятельность это пвп, то ценность Бычьего Натиска, как способа быстро выбежать из-под удара, увеличивается, особенно при союзе, с повышенным показателем универсальности на 1%, и способности Непреклонное Упорство, что уменьшит весь получаемый урон по схеме Выносливость, умноженная на 0,003, умноженная на 20. Правда, чтобы быть честным, скажу, таурены Крутогория не могут быть паладинами, но паладины на 20 уровне и так бесчестно сильны, а потому так им и надо. Взять кулд Тиросцев. Эта раса исключительно, ведь создавалась с нуля. Она даже могла бы претендовать на место основной расы, но то, что она находится на своем месте, дает нам такие интересные особенности, о которых я говорил ранее. Их расовая способность Удар с Размаху – находка, что полна фана. На Оке Бури и Низине Арате незаметные друиды Кул Тиросцы правят балом. Если вы решите сбить заклинание противника, либо самого противника, вы знаете, что делать. Особенно, способность как с гуся вода так вообще можно расценивать как отложенное уменьшение урона на 2%, Вдобавок, к прибавке 1% универсальности, а уменьшение урона от сил природы и магии льда на 1%, я до последнего предлагаю вам лично изучить все особенности союзных рас, что существуют на данный момент и будут введены в будущем. Например, Ночинорожденные – это лучшие путешественники на 20 уровне в ВОВ. Хотите узнать почему? Либо же вам будет интереснее послушать про особенности добычи эпического снаряжения? Напишите в комментариях. Также, пишите, если не согласны со мной и моим мнением касаемых союзных рас. Может и я узнаю для себя что-то новое? Ведь это и есть наблюдение и исследование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова